Стой, стой, стой! Знаменитый полный привод Атакуры! Вывесили диагонали Volkswagen Touareg Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Технолог, и у нас сегодня очередной выезд на оффроуд. Так скажем, сравнение, наверное, одного поколения. Постарались мы собрать, но есть у них разница в годах, поэтому где-то они пересекаются, где-то нет. Сейчас мы вам покажем, расскажем характеристики и начнем внедорожный тест 4WD, где будут диагоналки, подъемы в горку от конусов, и самый финальный подъем это, интересное задание, подъем в горку с поворота. Ну а самое главное, что на наших мероприятиях мы не боимся ехать на все деньги, потому что с нами надежная компания Эра Авто. Здесь можно приобрести проверенные запчасти на любые иномарки. Новые, оригинальные и контрактные. Все детали с авторазбора имеют качественные фотографии и описания. Аналоги, которые точно подойдут без напильника и будут работать. Масла, фильтры и прочие расходные материалы. Специалисты Эра Авто тщательно проверяют продукцию на предмет контрафакта, поэтому можете быть уверены, что вам продадут надежные автозапчасти. Также у ребят появились тормозные колодки собственного производства фирмы GUTEN. Мягкие, не скрипят, не плывут и не бьют, с хорошим ресурсом до 40 тысяч километров. Проходите по ссылке в описании с промокодом TECHNOLOG и заказывайте запчасти по самым выгодным ценам. Так, что у нас BMW E70, X5, полный привод, X-Drive, 3-х литровый, M52, FX-35, Infinity, 3,5 литра. Турбодизель Touareg первого поколения, но рестайлинг 2008 года выпуска FX. FX запасной. Это обычно для BMW должна быть фишка. Mercedes ML, 164-й кузов, 5-литровый, он тут самый мощный, но у него есть, в отличие от всех своих сегодняшних сборщиков, сборников всего этого, конкурентов, у него есть блокировка межосевого и еще заднего дифференциала, то есть он одновременно может три колеса крутить. Ну и самый главный гость программы Acura MDX, соответственно тоже полный привод, 3,5 литра. Полный привод там с какой-то магией, поэтому будем смотреть. У нас первое задание, локация получается диагональ, вывешаем мы в диагоналочку, у нас BMW X5. Все, давай! Здесь у нас резина Nokian, шипы. Десятый год, ни хрена себе. Очень важный фактор. Это битва не только полного привода всех этих машин, а еще резины. Поэтому обращаем внимание, что если машина какая-то не справляется, мы не сетуем... Слово-то какое. Короче, мы не говорим, что это максимально все объективно, потому что фактор резины очень сильно влияет, ну и плюс умение владельца. Коль готов потихонечку. Он устаскивает его. О, приподнимается. Ты со включенной системой был, да? Выключил? Да, ты не включил. А, выключил, да? Ну вот можно было попробовать включить, посмотреть. Ну давай, другие проедут, еще одну. Еще потом сделаешь. Ну да, да, X хорошо сработал, несмотря на то, что резина у него там десятого года. Так, следующий у нас Infinity. Так, еще один у нас Infinity. Здесь тоже с шипами беда. Они когда-то были, но их сейчас нет. Hankook, тринадцатый год. FX-35. Вот так вот выезжает сугроба. Слушай, ну круглый он очень крутой взял. Вот это было правильно сейчас. Ну ты чуть-чуть из-за резины стащил, но в принципе нормально забрался. Давай отметим, что колостык прокручиваем на висящем колесе было намного больше. Чем у BMW, да, было? То есть долго японцу нужно было крутить колесо, чтобы перекинуть момент. Экземпляр очень интересный. Ваня, а что у тебя липучка? Да. Это у нас ТОЯ. Она просто очень древняя, я не знаю... Короче, очень древняя ТОЯ липучка. Все. Сейчас у нас... Что ты пи*** носит, Вал? А спонсор сегодняшнего видео свалка на чужных сооружениях. Свалка на чужных сооружениях. Собери свое ведро из водопроводной трубы. Очень интересная система, кстати, на Acuri MDX. Знаменитая система полного привода. Там может перекидывать момент, если я не ошибаюсь, на колесо до 100%. Поехали. Задняя разгрузилась. Потихонечку поедем, посмотрим. Вот, да, идет момент. Все, заехал. На Мерседесе у нас... Вот оно, наконец-то есть шипы. Так, это Хакапеллита восьмая шипованная. Слушай, ну пока по резине он претендент. Двадцатый год выпуска. Еще самая свежая. Четыре года всего резине. Так, сейчас мы посмотрим, как он будет заезжать. Миш, а ты блокировки включал? Все, включил. Это прям очень устро. Очень устро. Оп, стоп, стоп, стоп. Назад. Чуть-чуть дай назад, чуть-чуть назад. Напоминаю, что Мерседеса у нас вот прям хорошо висит. Сзади блокировка и межосевая блокировка. Ну, здесь, конечно, он как гелик. Выезжает, стаскивает чуть-чуть жопу. Ну, он вообще, не думая, заехал. Нет, ну, здесь на Атуре вот. Вот здесь. Ну, тут тоже шипы, которых почти нет. В общем, сезон заканчивается, шипы поотлетали. Поэтому имеем то, что имеем. Здесь у нас резина Гисловед. Когда она свеженькая, новенькая, очень хорошие результаты показывает. Ну, по крайней мере, мне нравилось до этого, когда мы по катушках были. А год выпуска я не вижу почему-то. Вижу. Восемнадцатый год. Что у нас дальше? Идет Volkswagen Touareg, у которого есть межосевая блокировка. Принудительная. Стой, 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 стой. Стой, Саш, давай теперь назад. Вот, вот мы видим. Вот мы выставили. Так, смотрим. Ну, не моментально срабатывает, конечно, система, но работает. Вот, а тут сложности возникли на подъеме. Саша, ты что-то выключал? Подожди. Ничего не выключал? Все, отлично. Вот теперь мы вывесили диагонали Volkswagen Touareg и потихонечку, 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 не спеша. Вот, вот так он должен срабатывать. Все, поднялся. Здесь у нас Michelin Latitude. Как она правильно, Latitude или? Она должна быть шипована? Дань, покажи. Ну, короче, шипов практически нет. Я-то думал, там резина лютая, конечно. Год здесь тоже, смотрю, прям серьезный. Тринадцатый год. Ой-ёй. Все, руль ровно. Руль ровно, да. Вот. Вот. Хорошо, красиво висит заднее колесо. Инфинити. Инфинити джип. Вот, ай, резина. Не вывозит. Резина не вывозит немножечко этот момент. Во, 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 во. Теперь все красиво. Как раз вывесили по диагонали. Все, зашел. Да, хорошо BMW показала свои результаты. Я думаю, что можно ехать на следующую локацию. Вон там, вон, хитрая диагоналка. Там уже можно регулировать угол и вывешиваться. И подъем будет очень прям высокий. Да. Следующая диагональная локация. Здесь вот прям нарыли в недавнем времени. У нас на Риэл канале есть, где я покатался рейндж-ровер. Рауди. Рауди. А? Рауди. Рауди. О! О! Вот оно, вот оно, красота! И, соответственно, там катался у нас еще Pathfinder. Но он тут нарыл, короче, очень серьезно. Вот оно, диагоналка. Машины у нас вот так вот по диагонали должны выезжать. Здесь очень круто, но сюда мы не потащим. Вот где-то примерно вот здесь вот. Стойку, потихоньку. Остановись! 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 Кричит! Остановитесь! Вообще! Оп-оп-оп-оп! Сюда! Оп-оп-оп! Стоп! 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 Ровно-ровно колеса! Да, они тут красиво вывешиваются очень с той стороны. Давай потихонечку. Стоп! Все проходит! Все проходит! Стой! 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 Соскользнул! Дал這樣子! Да, да, да! Слушай, ну отсюда сложно будет выехать. сейчас у нас эвакуация мерседеса он у нас фаворитом сегодня был но фаворит фаворита конечно вот отлично все 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 красиво получилось выдернули без лишних движений чем получается него сила на на самом деле сила динамика потому что динамика решает давай трос далеко убирать не будем на всякий случай так следующий у нас volkswagen tour tour 3 литра турбодизель межосевая блокировка такая же более-менее свежая резина как и на mercedes ml вот кстати уже уже по диагонали крутятся колесики потихонечку зацеп нашел все висит заднее левое колесо и переднее правое в ямке главное ему потихоньку вот 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 все по следам прошел у нее какие-то откаты да вот долго до натуре уже второй раз убеждаемся то есть торы когда вот блокировки есть а умеет блокировками он прям это дядя вася такой который едет а вот на имитациях чуть-чуть уже слаб же показывает ну он справляется все машины сегодняшним заданием должны справиться однозначно как бы мы не даем задание который не справится машины об все да да и подожди с другой стороны посмотрю вода висит и с этой стороны все хорошо можно дима начинать потихоньку хорошая такая диагоналочка да паш где есть риск что тебя стащит и именно на технике можно пройти это задание вот он должен должен вывесить у него хода поменьше здесь должен повыше подниматься а чуть не тянет что-то не это тяжело тянет у него не ну него крутится спереди колесо сзади но вот имитация именно долго срабатывает прям много усилий много момента должно на колесах быть чтобы машина могла перекинуть момент с колеса которая вот вот чуть-чуть его вообще не берет я вижу не может этот финик зайти и удивительно два разных финика один дорестайлинг это у нас дорестайлинг и рестайлинг почему-то отличаются системой возможно как состояние машины или резины решает но опять же у нас переднее загруженное правое колесо не может взять на себя момент и получается с переднего левого не перекидывается это может его это все все только потихоньку все но только вот такую прям маленькую слабенькую диагонал очку можно вывести посмотрим как у нас средств здесь прям слишком крутой угол паша вот это вот часто и у нас 3 угол дал давай будем смотреть пробовать но много усилий нужно газу дать инфинити чтобы начинала срабатывать уже имитация да я вижу что переднее загруженное колесо левое все равно пытается как-то ну уже момента пройтись прокрутиться но не получается слишком большой крутой угол для инфинити денис ты тут сейчас нам яму нароешь и никто там не поедет уже не пускай уже а да нормально так ты сам больше переживал да все отлично посадили дэнчика может марсом выдернем об нормально давай денис заднюю передачу о стой 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 дальше у нас едет bmw x5 e70 но у него благо у него бампер хоть и низкий но бампер у него низкий но у него вот по воду кстати он уже по ежи подъезжает уже подъезжает на своем x-драйве на имитациях потихонечку диагоналки то чтобы выехать и выставиться о о о о а все потому что что вы были офигеть да лихо шоу бэлла сила как вы переживали боялись а бэлл это смогла хорош хорош да x-drive хорошо работает но видишь мы очень сильно боимся и переживаем за за вампера потому что это все было на грани прям прям очень на грани то есть здесь только вот именно стали стальные кокушки могут зарешать прохождение вот все все вот здесь висит здесь висит но смотри по бамперу здесь запаса намного больше главное чтобы он потихонечку поднимался его никуда не стащила давай давай я с этой стороны встану посмотрим да и здесь выбирается но для него здесь вообще то есть нету никаких сложностей до да пускай торчит ну вдруг еще кого-нибудь подденет как все давай как может подожди ты посмотри здесь какой свес в бэхе намного больше раза в два да паш больше ходу бэмв чем infinitive все вопросов нет а у мэрса касалась земли да понятно там дикий конечно там пневма еще вот вот слабее чем акура получается в этом задании ну понятно что вот только прям газ когда дает вот 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 эту японцев у них работает а вся эта имитация когда прям газ палац уже даешь то есть много усилий нужно приложить для того чтобы момент перекинулся выглядит так там аливар давай ахахахахаха подожди еще раз ахахахаха ахахахаха Ты только в моей мысли прочитал, что только таким образом можно выехать на инфинити из этой неблагополучного состояния. Мы разобрались, как пользоваться автомобилем. Как, как это слово, скажите? На пи***ах я имел в виду. На пи***ах я имел в виду. Тут у нас горка. Задание у нас уже простое, другие машины участвовали, но фишка заключается в том, что у нас несколько конусов. Один, второй, и от конусов, ну то есть от дальности конуса, естественно, будет легче заезжать. Но есть очень сложный конус, так скажем, высокий, и от него не все могут заехать. Давай, будем пробовать, Миша. Первый у нас Mercedes ML, он нас не выключал, не выключал стабилизацию? Надо будет попробовать, что дроссель будет душить. Ну давай, будем пробовать. От оранжевого конуса. От оранжевого конуса он зашел. Давай, будем пробовать от оранжевого конуса. Там, где зашел Mercedes. Acura заходит. Все, это все хорошо. У нас там есть более сложный конус, поэтому Infinity. Ты отключил стабу? Ага, стоп. Поехали. Потерял ход, кстати. И вот сейчас уже не заедет. Все, 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 все. Давай, чуть подальше тебя поставим. Еще, 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 Денис, назад отъезжай. Еще, 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 еще. Во, все, все. Чуть-чуть подальше поставим. Ну вот в самом конце еле, еле, еле как, конечно, вытянул, вытянул. Ну вот чуть-чуть дальше от конуса отъехали. Ничего страшного, накатали. Красиво все хорошо получилось. Так, Коля. Стоп, стоп. Сильно приподъехал. Чуть-чуть назад прямо, а то переподъехал. Да, вот, отлично. Ты выключил стабу? Наверное, выключаю, потому что душить будет. Да, я мотор нужен. Стой, стой, стой. Все, теперь потихонечку назад. И смотри, когда страгиваешься, сначала не с пробуксовки страгивайся, а типа накатом страгивайся и по мере, ну, подхождения чуть-чуть больше газу, газу, газу. Потому что когда пробуксовываешь, ты сразу ход теряешь. Все. И вот и поехали. Вот, вот, отлично. Отлично. Ну, его дроссель душил, как бы, но справился. В конце все-таки хватило инерции запрыгнуть. Теорега у нас хорошая резина. Хорошая резина. Ага, выключил стабу или на ней поедешь? Выключил. Все, понял. Давай, Саша. Блин, я, если честно, теперь за твой бампера переживаю, поэтому у меня любые твои действия, мне страшно. Давай пробуем, будем пробовать. Ох, как дизель, да! Зашел, молодец! Ну, надо заметить, что отъехал от конуса прям заметно на несколько метров прям. Да, пока тур. Ближе давай к конусу, первая попытка. Все, все, хватит. Так, он не заедет, если не будет газовать, уже не заедет. Стой! Стой! Откатывайся прям на несколько метров назад. Нет, если он будет медленно ехать, то он не... Давай, газу, 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 газу! Все, все, все! Все, Дим! Лучше это! Не надо! Да, второй инфинити у нас, который дорез, резина похуже. В общем, не тянет он. Так, сейчас у нас по раскатанному уже Мерседес и Акура поедут. Оп! Прям-прям хорошо подъехал. Ну, давай, пневму поднял, стабу выключил. Вот сейчас она прям нужна будет выключена. Ну, я в этом месте Диностенд, короче, зашел бы и... Давай! Давай попробуем! Давай, 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 хорошо, давай, попытку тебе дадим. Погнали! Газу, газу, газу! Газу, газу, газу! Газу, газу, газу! Газу, газу, газу! Газу! Вообще прям легко! Без вообще! Как это? 63-й не мог ехать и 500-й заезжает, а! От красного? Нет, от оранжевого надо. Но от красного он будет буксовать. Давай посередине хотя бы между ними. Все? Нормально? Нормально? Давай! Поехали, Акура! МДХ. Ах, чуть-чуть не хватило! Поехали на это, на оранжевый конус. Да, на оранжевый конус становись и получится. Ну, более-менее. Поехали! Слушай, ну я прям вижу, как-то интересно полный, ну, привод работает, туда-сюда прям кидает момент. Не знаю, я нам по полу измелькал. Ты отключил стабилизацию? Нет. Отключай, еще назад откат-то здесь. Мерседес сейчас на стабилизации заехал. Я понял, понял, да. Акура на стабилизации не смогла заехать. Назад еще чуть-чуть надо было отъехать. Давай, 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 вот. Может сейчас получится у Акуры. Ой, как скользко-то там, ой, как скользко, но выезд. Момент на жопу перекинул и зашел. Он на липучке, на липучке у нас эта Акура. А то ты в прошлый раз дальше отъезжал, в этот раз поближе. Стабу полностью отключил. Не. Нет. Дэн, бесполезно. Только уже с большого расстояния. Да. Уже бессмысленно. А? Давай Мерси уже следующего. Да, ну ему надо больше разгон брать. Дэн, только либо с большего расстояния, либо отъезжать. А, отъезжать давай. Я-то думал, что все, Коля, нет, сорвался. Ну давай будешь пробовать. Ты, кстати, не смог, да, от конуса до этого проехать. Ну давай попробуем. Он не тянет, ему надо больше хода почему-то поддушивать дроссель. Да, поехали. Все, на другую локацию едем. Крайнее задание. Это у локации у нас подъем с поворота. У нас подъемчик, машина подъехала. Дальше хода у нас никуда нет. Единственная возможность выехать это с поворота. Так как вы не знаете, что наверху, ну в данном случае понятно, что мы все знаем. Если вы где-то оказались в какой-то позиции, где вы не знаете, что наверху, вы этот поворот едете, так скажем, спокойно, максимально. Потому что вдруг там карга какая-то торчит, еще что-то. Так сразу залететь не получится. Поэтому все это потихонечку, ну и соответственно сравним систему полного привода, естественно же резину и возможности каждой машины и, естественно, возможности пилотов. Можно начинать? А что происходит? Чупай думает. Кто думает? Чупай. Ааа. Но он на блокировках зашел. Первая попытка у нас на стабилизации. Все потихонечку от одной позиции потихонечку пытаются забраться наверх. Наверх в горку. Очередь у нас там уже образовалась. Первым прошел Мерседес. Вторым идет у нас Инфинити. Вот здесь вот ходы подвески имеют значение, имеет значение стабилизация. Здесь еще пока горка не накатанная. Все, 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 все. Не получается у Инфинити с первой попытки, с включенной стабилизацией, зайти в этот подъемчик. Пока там не нарыли конкретно основательно. Поэтому не будем насиловать всех. Следующая у нас едет попытка Акура МДХ. Вот легко просто. Просто легко. Вот он знаменитый полный привод от Акуры. Наконец-то вы увидели воочию. И машину, напомню, выпускалась с 2001 года. Потому что инженерам Акуры сказали, нужно сделать максимально классный полный привод. А если не сделаете, то будете делать себе Харакири. Сейчас у нас система X-Drive от BMW. BMW у нас примерно 280 лошадиных сил. В X5 в этом. Все, все. Не вывез. Не вывез, к сожалению, BMW. А? А знаешь, почему ход он потерял? Потому что у него ходов подъездки меньше. То есть меньше ходит. И, соответственно, машина где-то снег подгребала. Но надо быть справедливым и объективным. BMW все-таки не внедорожник у нас. И с некоторыми своими задачами она справляется на ура. Пытаюсь ее поддержать, в общем. Но вот некоторые, конечно, уже более сложные оффроудерские задания. Все готовы. Проходят не так легко. Для BMW. Вот много ходов подвески у Туарега. Здесь, конечно, нужно еще уметь рулем крутить лево-вправо. Пока не получилось. Так. Все, все. Не тянет. Не тянет финик. Это, получается, с первой попытки только две машины зашли, да? Давай, Мерседеса заново надо будет звать. Так, у нас на вторую попытку пошел Мерседес. Мерседес, ML 500, кстати. Его ближе надо. Ближе к конусу. И вот. Вот. Все. Вот примерно с этой позиции. Пускай без. Тут уже накатали. Пускай как может ехать. Газпола, ML 500. Ну, для Мерседеса сегодня, конечно, вообще, по сути, нет бега. Все, я понял. Чуть-чуть дальше у нас от конуса на второй попытке Infinity и без стабилизации. Сейчас уже больше ход, больше инерции. Подъемчик тоже пытается. А вот Акура может. Пиздец, у него защита. Оп. Все, отлично. Вторая попытка у Акуры. Стабилизацию пускай выключает, если хочет. Все, поехали, поехали, Вань. Чуть-чуть снег заехал, но выровнял машину Ваня, выскочил. Доминирует Акура вместе с Мерседесом. Да, хорошо едет. Хочу заметить, с 2001 года их выпускали. Да, на липучке. Да, на липучке. Ну, тут, слушай, здесь сейчас нет льда практически. Вторая попытка уже чуть дальше от конуса, без стабилизации у BMW. Ну вот, здесь лучше, здесь... Да, больше было инерции, разгон чуть больше был, стабилизации нет, ничего не дрожит, не душит. В общем, заговорился, у меня язык заплетается на этом холоде уже. И вторая попытка у Volkswagen Touareg. С большего разгона, с отключенной стабилизацией. Нет. К сожалению, нет. Фактор резины у Touareg решает. Ну и да, нужно заметить, видишь, у нас Сережа прижал. С блокировками он был. Так-то, в принципе, с диагоналками справляется. С несложными. Нет, уже не заедет. Я уже вижу, что не заедет. Вот здесь у него, если бы он перекидывал момент, то получилось. Все. На этом... Да, на этом все. На этом все, да. Поэтому... Следующий день. Пишите свои комментарии. Обязательно мы читаем все комментарии. Как вы там нас даже не называли. Скажите, на ваш взгляд, какой машины не хватает. Не хватает три бэки, мы знаем. Она должна была быть, но не получилось, к сожалению. Гранд Чирокки тоже. Может быть, получится, мы сейчас соберем. Есть еще один у нас выезд, планируется. Это машины чуть-чуть меньше кроссоверы. Там у нас Acura RDX есть. Тоже очень интересный автомобильчик. Плюс Volkswagen Tiguan. В общем, мы еще соберем. Кто победил или кто лучше выглядел в этих мероприятиях, пишите в комментариях. С вами был канал Технолог. До следующей пятницы. Да, всего доброго, удачи, пока. Продолжение следует...